Здравствуйте, друзья, и я не знаю на самом деле во сколько в минутах выйдет это видео, может на минутки две, ну просто потому что информации крайне мало по этому предмету, но на днях со мной случилась ситуация, которая входит в объект, короче, этого обсуждения, да, и я бы хотела кое-что прояснить. Я говорю сейчас о боковом зрении, то есть то, чего мы не видим, да, основным зрением, это вот что-то сбоку там промелькнуло как-то, да, там какая-то тень, да. Некоторые списывают это действительно на призраков, и я читала, что вот, в общем, очень много форумов по теме призраков, что это, ну типа, какие-то паранормальные силы, но я не знаю. Вот как случилось, я вот вчера буквально РЕН-ТВ посмотрела на тему, значит, призраков, и мне действительно было, вот они так убедительно об этом говорили, мне действительно хотелось поверить им, но как бы мой рационализм не позволял этого. В общем, такая история жуткая на самом деле, я её просчитала, и это пока что не со мной случилось. В общем, человек, когда проходит мимо зеркала, он как-то, ну всё равно реагирует на то, что там его отражение, это нормально, да. Но у большинства людей бывает такое, что проходишь мимо зеркала, а голова просто смотрит на тебя, и это действительно жутко. Я бы, не знаю, я бы с ума сошла. Кошмар! Когда вот ты проходишь, ты как бы в квартире один, и на тебя ещё что-то смотрит, это ой. В общем, недавно такая история произошла, что, ну, я сидела вот на этом месте ровно и смотрела вперёд. Бывает иногда такое, что твой глаз вот такое движение делает, да, то есть непроизвольное движение вбок и вперёд. Вот, это бывает. Вот, и я, значит, смотрю, сижу, у меня происходит это непроизвольное движение вот так вот, и я замечаю, вот когда, значит, я смотрела вот так, да, я вижу в пяти метрах от меня в зеркале какая-то тень промелькнула. То есть она была чёрная, она была на высоте человеческого роста, и я не придала этого никакого... Бля, сука. Пиздец, это у меня уже мозг, я понимаю, что это у меня мозг, там что-то происходит, я не знаю, кошмар. И, в общем, я не придала этого вообще никакого значения, потому что, ну, я понимаю, что, может быть, вот в тот день я была очень устала, и, может быть, это от переутомления какая-то там иллюзия или что-то типа этого. На самом деле по этому поводу в интернете очень мало информации, и я вот нашла только то, что боковое зрение, оно улавливает информацию намного вот... Которое намного быстрее, чем может уловить обычное зрение, да. И как бы типа это какие-то призраки там летают сверху, что-то вот такое вот. Вот, на самом деле забавно. Я даже читала, что вот если вы часто видите у раковины какую-то белую тень, что-то, ну, значит, вам пизда, там домовой какой-то очень злой. И, короче, очень смутно. Знаете, вот люди, которые писали об этой проблеме, действительно их это пугало, их отправляли к психологу, окулисту, значит, невропатологу, шизофрению ставили диагноз, какую-то там эпилепсию даже. Почему вообще это бытовые вещи обычные? Это, ну, как бы ты каждый с этим сталкивался, и это не значит, что человек, который с этим сталкивается, он обязательно болен, потому что таких людей много, и типа это не может быть так, что каждый второй там шизофреник. Не знаю, вот я считаю, что это какая-то иллюзия. Иногда на фоне переутомления это может быть, ну, может случиться, да. Или я не знаю, что. Либо же это какой-то, может, обман зрения. Смотрите, вот тут корсинка, да. Смотрите на точку и закройте правый глаз. То есть в вашем поле зрения видна сейчас точка и крестик. Теперь постепенно начинайте приближаться к монитору, и в какой-то момент крестик пропадёт. И это называется слепая зона. И я думаю, что именно с этой слепой зоной действительно связано что-то вот то, что мы видим боковым зрением. Я вот на сто процентов уверена, что раз в жизни, но у вас было такое, да. И я думаю, что у некоторых людей было похуже, чем у меня. Так что рассказывайте свои истории по этому поводу, и, может быть, у кого-то могут быть какие-то версии. Будет достаточно интересно почитать. Вот. А на этом я, пожалуй, закончу. Да. И всё. До скорой встречи. До новых встреч. До новых встреч.